Приветствую вас, дорогие подписчики и уважаемые гости канала A Handful of Boys. И сегодня у нас ролик по самой актуальной теме, потому что этой ночью произошёл слив новой редакции по Kill Team, и мы узнали целую кучу подробностей о том, как всё вообще будет работать в грядущей редакции. Поэтому давайте тут же вместе со мной глубоко в это погружаться. Итак, давайте приступать. И что ж, вообще что произошло, да, нам показали iPort на нове. Nova Open — это такой большой ивент, собственно, который взаимодействует с Games Workshop. У них там давняя и долгая история взаимодействия. И вот как раз-таки в рамках этого нового ивента нам показали трансляцию матча по правилам новой редакции. Собственно, эта трансляция висит на Twitch'е. Я приложу ссылку в комментарии, если не забуду. Там вы можете посмотреть, собственно, полтора часа где-то она идёт. И как бы из обидного, да, это именно просто запись игры, как это обычно бывает на трансляциях новой. Если вы интересовались, да, условно, спортивным Kill Team'ом, то вы примерно знаете, как это выглядит. Вот, то есть это не iPort с Waha Plus. У нас здесь нет никаких красивых скайнов с правилами или спецэффектов. Просто вот как бы запись стала сверху и ещё, по-моему, с двух ракурсов. Играли вместе с тем Олег Соповкович, это действующий чемпион мира, который, собственно, да, занял вот этот титул, играя на хаос-культе ещё, собственно, осенью прошлого года. Из Австралии игрок, да. И вообще очень приятно, что такого именитого игрока позвали для, по факту, подобного айвила, да. Это просто показывает некое уважение комьюнити. И это, собственно, меня очень сильно радует. И также некто Адарян Бонвента, этого персонажа, я честно не знаю, поэтому здесь не могу по нему никакую справку выдать. Но полагаю, что он тоже какой-то хороший игрок в Kill Sim известный. По-моему, это не кто-то из штата ГРВ, хотя я могу ошибаться. Итак, о чём мы поговорим в этом видео? Собственно, мы поговорим про изменения самых каких-то базовых основ игры. Это инициатива, скоинг, собственно, обжектив, маркер и переделка овервотча. Также мы обсудим изменения Line of Sight, да, очень живо-тайпящая эта видимость Obscure, который очень сильно изменился. И также взаимодействие с Террейном. Также мы поговорим про новые универсальные эквипы и дымы. Нам стало известно несколько больше, чем было известно до этого. Также обсудим спецправила Волкуса и Террейна. И в качестве бонуса поговорим про новые особенности Веспидов и Аквилонов, которые мы узнали из этой трансляции. Это будет не в отдельном ролике, это будет здесь. Я решил, что в этом ролике у нас будет всё и сразу. Итак, самые основы. Это изменение как раз-таки инициативы. Инициатива — это такая ключевая вещь вообще для скирмешей и для киллтима в частности. И здесь мы тоже встретились с некой переработкой инициативы. Да, теперь инициатива первого хода стандартно решается скаутингом. Да, это в принципе не поменялось. Ну и также у нас есть отдельная тема. Теперь игрок, не имевший инициативу в прошлом ходу, получает плюс один набросок инициативы, собственно, актуальный. И это очень здорово, да. То есть теперь будет немножко меньше ситуации, когда игрок проигрывает инициативу, проигрывает снова и так далее, и так далее, и так далее. Понятное дело, сейчас подобные ситуации тоже могут сохраняться, да. То есть ваш оппонент всё ещё может постоянно кидать 6 на инициативу, а вы можете кидать колы. Но, по крайней мере, чисто статистически у вас как бы выравнивается вероятность выиграть инициативу. Вот, но тем не менее, даже если вы инициативу проиграли, то вы получаете небольшой такой порятный бонус в виде дополнительного КП, да. И в начале хода вы получите плюс два КП, а не плюс один. Что на самом деле здорово, но, понятное дело, сила подобного бафа, она сильно зависит от того, хорошие у вас будут плойки у команды или плохие. Потому что если плойки у вас все будут плохие, то как бы вам этот плюс один КП на самом деле не особо издался, да. А если у вас как бы команда очень сильно повязана на плойках, то это весьма серьёзно. Да, и по факту на самом деле всё ещё самым выгодным раскладом остаётся выдача инициативы своему оппоненту на первый ход, да. Потому что ходить первым как будто бы всё ещё не очень актуально. А так мы и получим дополнительное КП, и на второй ход получим плюс один набросок инициативы, да. То есть всё ещё на первый ход выгоднее ходить вторым, но как бы окейся. С какой игрой не бывает. Так что мне на самом деле нравятся изменения, по крайней мере это чуть ли не лучшее, что они могут сделать вообще с этой механикой в том виде, в каком она существует. Далее, виктори-пойнты. И вот это уже прямо настоящее и тотальное изменение. Теперь у нас четыре способа получать очки. Это КАИТ-ОПСы, КИЛ-ОПСы, ТАК-ОПСы и ПРАИМАЙ-ОПСы. Собственно, поговорим вообще по полочкам, за что отвечает. Итак, КАИТ-КАЛ-ОПС это по сути первичка в старом понимании этого смысла, но несколько видоизменённая. Собственно, что поменялось? Это теперь миссия, также повязанная на точках. Вот это не изменилось, но изменилось количество точек-точек теперь ТАИ. Также получилось количество ВП, да. Потенциально вот эта схема, она повязана к миссии Secure, которую играли непосредственно наши игроки на трансляции. Но тем не менее, порядок у нас такой. Мы получаем один виктори-пойнт за каждую контролируемую точку и плюс один ВП, если мы контролируем больше, чем оппонента. Вот так вот. То есть на самом деле не так и много очков, хотя всё ещё максимум в четыре мы можем сделать. Если мы держим три точки, мы получаем три ВП за каждую точку и ещё четвёртый за то, что мы контролируем больше, чем наш оппонент. Тем не менее, нельзя скорить, собственно, вот Secure, по крайней мере, на первый ход. Это там было специально приобретено, то есть скоринг начинается только со второго хода. И, что важно, да, максимум у кайт-опсов 6 очков. Это важно, потому что сейчас у нас первичка весит очень много, это 16 очков. Здесь вот наша старая, привычная первичка, по сути, урезается, ну, очень сильно, да, всего лишь до 6 очков вместо 16. Это серьёзно. Как же получать очки в таком случае? И тут нам на помощь приходят как бы два остальных, да, таких основных, условно, способа набора очков. Это килл-опсы, это, собственно, килл-пойнты, которые мы уже обсуждали. Это очки за убийство моделей. Они тоже максятся в количестве 6 штук, но замаксить их немножко проблематично, потому что на максимум нам нужно просто вайпнуть команду оппонента. Тогда мы, да, получаем 6 очков. В остальных случаях это будет какое-то меньшее количество, но всё ещё сравнимое с тем, что мы можем получить за, как бы, кайт-опсы. И далее так, опсы, да, тоже сильно поменялись. Раньше мы выбирали три вторички. Ну и сейчас мы выбираем, да, новая дакция ещё не вышла. Мы выбирали три вторички, получали два максимума за каждую, тоже максимум 6 очков. Сейчас же у нас только одна вторичка на выборе, но она также максимум набирается до 6 очков. Там на трансляции мы видели непосредственно две. Это, собственно, plant beacons, то есть расставление каких-то маячков на поле боя за миссионные действия. Очень похоже на одну из актуальных миссий айкона. И другая миссия — это условно secure kill, когда нам нужно, confirm kill, вернее, да, когда нам нужно непосредственно убить модель вражескую и потом простоять у токена, который из неё выпал, да. Собственно, тоже уже знакомая нам условно тема. Видели это у фрикционной миссии инквизиции, но опять же это немножко видоизменённая схема. И далее очень интересная вещь — это primary op. В начале игры мы выбираем одну из трёх вот этих опов, или kite op, или kill op, или tak op. И далее, если мы хорошо по ней скроем, мы получаем дополнительные очки до максимума в 3. То есть, если условно мы выбрали себе primary op secure, kite op, и получили за него максимум очков, мы дополнительно получаем ещё 3 очка за primary op. Ну, как я полагаю. Нам точно не раскрыли, как работают primary op. Я полагаю, что количество очков здесь зависит от набранных нами очков и от того, набрели ли мы по этой конкретной миссии больше, чем наш оппонент. Вот. То есть, условно, как раз-таки в этом айпорте Alex замаксил secure, получил 6 очков и набрал больше очков, чем не посадится на свой оппонент. И за это он получил 3 очка. То есть, я полагаю, схема такая. Если мы хотя бы сколько-то очков набрали, мы получаем 1 point за primary op. Если мы поигнали нашего оппонента, мы получаем, собственно, второй victory point. Если мы замаксили нашу primary op, мы получаем не посадится на третье победное очко. То есть, такая вот интересная схема. И эти самые primary op, мы выбираем их секретно. То есть, наш оппонент не знает, какая миссия для нас главная. И это все вскрывается только в конце. Из-за чего игры могут вообще вот буквально решаться на последнем ходу, если вы сумели как-то переиграть вашего оппонента и обмануть его. То есть, он, допустим, думал, что вы там делаете киллы и очень сливого играл, не делал по этому точки. А вы, на самом деле, наоборот, играли, да, кайт-оп, и вам нужны были именно точки. И вы просто точки жали, 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 и, собственно, победили за счет этого. То есть, бывают вот подобные интересные взаимодействия. И что самое главное, конечно же, в новой схеме, так это то, что мы ушли от идеи банального скоринга. Потому что, на самом деле, многих банальный скоринг раздражал. Все любят играть в iGame для того, чтобы убивать вражеские модели. А здесь нам приходилось скорить какие-то точки, делать какую-то вторичку. И, по факту, вообще убийство моделей нам редко когда что давало. То есть, по сути, мы убивали вражеские модели, просто чтобы вражеские модели не скорили точки. Ну и в случаях, когда у нас был архетип секундрастрой, мы их убивали, чтобы получать очки по вторичной миссии. Да, то есть, на самом деле, игра была очень сведена именно банально к получению очков за первичную миссию. Сейчас же мы не обязаны подстраивать свою команду под набор очков. Мы можем играть, в принципе, любым способом, который нам больше нравится, и закладываться на это. То есть, если мы хотим играть от скоринга точек, мы понимаем, вот мы это умеем делать. Мы, в соответствии с этим, старуем свою команду, делаем каид оп нашим праймари опом. Все, сидим на точках, там получаем много очков по этой миссии, плюс еще за праймари. Если мы не хотим вообще заниматься точками, какими-то шизодействиями, мы просто берем себе килл оп и убиваем кучу моделей оппонента, стараемся его вайпнуть, вот играем в тот самый, да, старый добрый веселый киллсим, который помнит, наверное, старые жилы. И это тоже работает. Вы за это получите, в принципе, столько же очков, сколько вы можете получить за секьюр и вторичные миссии, да, так опса, в смысле. Но если вы не хотите стоять у точек, да, и не хотите убивать модели, а хотите вот делать что-то более, да, шизофреническое, то можно просто упереться в выбор какой-то вторичной миссии. И это тоже интересно, потому что у нас сохранятся архетипы, то есть идейно они будут примерно дублировать существующие, потому что на трансляции называли айкон, и вот как раз-таки миссия Confirm Kill у Алексы, она очень похожа на то, что мы могли бы увидеть в секунде старое. То есть у нас сохранятся архетипы, и эти архетипы будут прикомандированы к командам, и команды будут строиться вокруг тоже выполнения некоторых вторичных миссий. И это очень здорово звучит. То есть, правда, мы можем вот засетапить себя на какой-то конкретный тип геймплея, на какую-то конкретную цель, попутно выполнять остальные миссии, чтобы не приседать по очкам, и дополнительно получать еще бонусы за Primary Op. Это очень крутая система, и она мне сильно нравится. То есть, мне кажется, это очень классное изменение, и оно очень хорошо бафает в том числе элитные команды, которые или хорошо удерживают маленькое количество точек, три штуки, или которые отлично убивают команду оппонента, но поэтому плохо умирают сами. То есть, в целом, вот в этом плане мы уже видим большой сдвиг баланса в сторону элитных команд, и это то, что нужно было элитным командам. Ну и в дополнение к улучшениям, да, элитных команд и пассивным бафам, а это уже, можно сказать, даже не пассивный баф, а вполне себе аксивный баф элитных команд, это изменение о Вайвотча. Да, в актуальной редакции Вайвотча это действительно немножко пособственная штука, что когда у нас кончилась активация, а у противника еще нет, мы там можем пострелять с минус один ту хит. Понятное дело, это часто блочилось там вязанием в ближнем бою, использованием обскюра, порочих подобных механик, ну и просто на 4+, да, или там на 5+, попадать было обычно тяжеловато. Сейчас же контр-акт, да, это замена у Вайвотча, теперь он называется контр-акт, он нам позволяет совершить одно любое действие за 1 АПЛ, в том числе движение, правда, в таком случае лимитировано до 2 дюймах, и миссионные действия. Это просто на самом деле рутяк, потому что можно и подраться в ближнем бою за контр-акт, да, то есть нельзя просто так взять и повязать вражескую модель, чтобы она там не могла чего бы то ни было делать, можно добираться до каких-то укрытий, да, точек, можно нажимать точки банально, если мы не успели это сделать в свою активацию, то есть вот буквально, да, тот же самый Space Marine, он может там пройти, два раза пострелять, встать на вражескую точку, и если он там останется до момента совершения контр-акта, он просто его нажимает за контр-акт, и всё, вы, собственно, и убили две модели, и сделали миссионное действие. Это то, чего сильно не хватало элитным командам в актуальной редакции. И также, что меня особенно поразило, контр-акт позволяет нам совершать чардж, но с лимитом в два дюйма, но что, тем не менее, очень сильно на этом, можно даже закладываться в определенных случаях, да, чтобы чарджить модели оппонента таким образом, и уже вязать их. Очень круто будет работать как раз-таки для вязания ареди модели оппонента, которые не успели проходить. И что самое важное, и что меня очень сильно порадовало, стрельба за контр-акт теперь делается без штрафа, и это очень здорово, опять же, да, то есть очень сильно этот инструмент усилился, и он очень сильно на самом деле влияет на все команды с меньшим количеством активаций. То есть в целом это очень серьезная и, возможно, в чем-то радикальная попытка сломать главную тенденцию всех скермишей с прочаренной активацией, да, что чем больше у тебя активаций, тем сильнее у тебя команда просто по базе на уровне базовых правил. Здесь же это очень сильный баф именно в сторону отстающих команд по активациям, и мне кажется пока что на бумаге, что это сможет действительно переместить чашу весов в пользу элитных команд, в пользу команд с меньшим количеством активаций. Опять же, это еще стоит нам смотреть на практике, да, изучать, исследовать, но пока что это очень сильно и намного лучше, чем было до этого. Далее, тотальное изменение Obscure, да, то, чего, наверное, многие ждали, потому что Obscure был одним из самых проблемных правил Kill Team'а, он многих отпугивал, многих просто банально запутывал, потому что он работал странно, да, обычно у нас все правила по взаимодействию с Царейном работают так, что мы должны находиться к Царейну близко. Obscure работал наоборот, что мы должны находиться от Царейна далеко, и это было очень неочевидное и странное взаимодействие. Сейчас же Obscure работает при нахождении в Дюйме от Heavy Царейна, да, то есть это вот то самое банальное взаимодействие с Царейном, которое мы всегда ждем увидеть, да, в играх, по крайней мере, от Games Workshop, и тут нет как бы чего-то плохого в этом, да, это просто делает правило более понятным для всех, да. И тех, кто играл в Wargame, и тех, кто не играл в Wargame, просто понятно, окей, я стою в Дюйме, да, вот какой-то большой стенке, я должен получать от нее какой-то бонус, да, теперь вы его получаете. И какой это теперь бонус, да? Теперь Obscure нам не запрещает стрельбу, он нам дает минус один наус, минус одно успешное попадание, вернее, и не позволяет артенить critical hit, да, то есть у нас отменяются все critical hit, отменяются все правила на critical hit, что я считаю очень сильный дебаф, и дополнительно, да, минус одно успешное попадание, это очень, на самом деле, тоже сильная штука, это в чем-то даже хуже, чем минус одна атака, то есть вы именно кидаете кубики, там попали три раза, и вот один из этих трех успехов вы скидываете, то есть интересное взаимодействие, на самом деле, сейчас получается, потому что по факту вы все равно, ну, не хотите стрелять модель в Obscure, потому что вы, вряд ли, сможете ей нанести какой-то серьезный урон, так или иначе, однако, сейчас это просто будет восприниматься как более здоровая механика, потому что когда ты можешь что-то сделать, но с дебафом, это все равно поятнее, чем когда ты не можешь ничего сделать, ну и дополнительно, сейчас просто Obscure будет работать просто куда более очевидно, да, вот вы видите модель, она стоит в дюйме от Heavy Terrain, все классно, она в Obscure, то есть вам не нужно вот это изгаляться, бегать с лазерной указкой, смотреть, пересекает ли там этот лазер, мили пиксель там высовывающиеся стенки посередине стола, нет, теперь все понятно и все очевидно, то есть теперь с Obscure, по крайней мере, никто не будет мучиться, то есть будет понятно, как это работает механика, и дополнительно она неплохо работает, да, то есть все еще это очень сильный дебаф на стрельбу, но стрельба в каком-то виде сохраняется, что, в принципе, плюс-плюс, то есть я так полагаю, да, сильные игроки все равно не будут стрелять в Obscure, потому что это чаще всего будет бессмысленно, игроки, которые больше любят повеселиться, они, по крайней мере, смогут это сделать, да, потому что лучше иметь возможность что-то сделать на столе, чем не иметь подобной возможности, ну и важный момент, вроде как, насколько я понял из трансляции, нам все еще нужно получать от Heavy Terrain кавер, чтобы Obscure работал, то есть если мы стоим пиарить стенкой, да, мы не получаем за нее Obscure, и надо стоять именно за стенкой, то есть каверлайны в каком-то виде все еще сохранятся как механика, но они будут более очевидными, да, плюс потому что нам нет никакого дела до рандомного Царина между нами, да, который где-то в середине стола находится, и дает Obscure там на всю карту за ним, да, то есть такого больше не будет, и это замечательно, это очень классно, я большой фанат этого изменения. Далее, еще по коровым правилам. Для контроля точек и всяких маркеров теперь нужна видимость, это, я считаю, вообще потрясающая вещь, потому что меня очень сильно бессил Abuse в актуальной редакции, когда там точка высовывается чуть-чуть своим, собственно, да, оранжом за стенку, туда подбегает модель, стоит и все, и скорой точку ее никак не убить, не увидеть, просто абсолютно идиотская и неправильная ситуация, сейчас так делать нельзя, чтобы поконтролить точку, нужно ее видеть, я считаю, это замечательно. Причем видеть именно вот, как бы сам маркер, потому что сейчас, как я понял, у нас немножко изменились точки, и все-таки у нас идет сама точка с радиусом в дюйм, и потом от нее еще вот так называемый контрол-орранж в дюйм, то есть она сохранилась условно два дюйма радиусом, но видеть нужно именно вот этот дюйм ее основного маркера. Далее, царей ниже двух не блокируют видимость для контроля точек, но как бы с ними никогда не было подобной проблемы, это просто, чтобы всякие там рандомные маленькие там счетчики могли хотя бы как-то скворить точки там за баррикадами и поручими приколами. Далее, из правил пропала механика траверса, больше ее не будет, но остался клаймп, и я просто полагаю, что траверс как условно лишнюю механику уберут, потому что клаймп, по сути, нам позволяет делать все то же самое, что и траверс, но не нагружает нас лишним воррингом. И также теперь вонтажки имеют два уровня высоты, чем выше, чем круче, то есть это некоторое возвращение к панишинг-вонтажкам, которое у нас уже было, просто оно не поражилось. Сейчас это у нас снова вводится, то есть у нас есть базовая вонтажка, это условно три дюйма, которая дает какие-то бонусы вонтажке. Есть второй уровень вонтажки, который дает то же самое, но поэтому еще дает два автохита стрелку. Это мощная вещь, полагаю, это также будет торгодиться от высоты, то есть вот подобные, да, механику с штуки высотой 5 дюймов вонтажки челната, они все будут вонтажками второго уровня, и они будут давать очень мощный бонус, собственно, стрелкам. Далее, эквипмент. Собственно, подтвердилась тема, что у нас есть только 4 опции эквипа, которые мы выбираем из универсального и фрикционного эквипа, да, то есть у нас всего 4 эквипмента на игру. Можем, конечно, взять пятую за скаутинг опцию, это легально и можно, да, но все равно, как мы видим, эквипа очень мало. В эквип действительно включены баррикады, да, то есть если мы хотим поставить на поле баррикаду, мы обязаны тратить на это наши эквипмент-поинты, которых всего 4, я напоминаю, да, то есть это очень серьезное ограничение. Тем не менее, что самое на самом деле страшное, что в эквипе универсальном целая куча действительно полезных штук. Допустим, в УЭ, да, универсальный эквип, добавили стан гренаты, и теперь они работают на 3+, а не на 4+. Ну и, понятное дело, это очень мощная штука. Также узнали подробности о более странных видах царейна, не царейна, а эквипмента. Собственно, кучки оружия, вот эти загадочные, да, пайлы, они позволяют совершить действия за 0 апрелл в дюйме от себя и получить прайбороз кубиков в стрельбу. Ну, как бы прикольно, хорошо, возможно, это можно будет как-то интересно разыгрывать, но это, по сути, такое выстраивание фаербейза где-то у себя на базе, что там стоит какой-то снайпер или ганнер около этой кучки и постоянно стреляет с аэролом. Честно, выглядит немножко сомнительно, но, по крайней мере, это забавно. И, конечно же, смоки, да, смоки дают обскюр именно. Чтобы его получить, надо находиться в дюйме от маркера, ну вот именно вот этого, да, от физического дыма. Я, правда, вот здесь не уверен, надо находиться именно конкретно за ним, чтобы получать обскюр, или просто в дюйме от него уже это работает так или иначе. Возможно, будет для него какой-то отдельный вординг. И также, что важно, спадают смоки теперь не в начале следующего хода, а спустя D3 плюс одну активацию следующего хода, что нам дает просто увеличение их жизни и, соответственно, увеличение их смысла. Потому что раньше нам эти смоки, по сути, нужны были только вот спасти модель от какой-то одной конкретной стрельбы до конца хода, а сейчас это еще защищает нас и на следующий ход дополнительно. То есть мы можем при помощи смока действительно создать некий хороший плацдайм, от которого уже может развиваться наше нападение. В общем, я считаю, смоки будут вообще автопиковым эквифом против всех не монохатахашных команд, потому что это очень сильный бонус. И, как я уже говорил, его главная фишка в том, что он просто создает для нас хороший плацдайм для развития нападения дальнейшего. Далее, правила волкуса нашей новой киллзоны. Собственно, интересные правила. Меня очень сильно удивило вот подобное их развитие. Собственно, первое. Если модель находится внутри закрытой уинки, то есть вот этих, да, именно квадратных домиков, она первой дается в ближнем бою, если ее подчарджили. По ее условию, что атакующая модель находится за стеной, а не в доме. Как я понял с трансляции, именно подобные условия, то есть если модель забегает именно во внутрь дома и дается с другой моделью внутрь дома, то тогда уже Fight Forest не работает. То есть нужно находиться именно по разные стороны в собственной стеночке. И также внутри самих вот этих закрытых хоруинок работают правила Condensed Environment. То есть как на Into the Dark всякие бласты, торренты и поручие прикола будут получать лет Л5+. Мы будем ловить минус одну атаку за модели венгейджа перед нами и так далее и тому подобное. В общем, очень классная и интересная вообще идея. Механика меня радует. Вот Killzone Volcus хочется на ней скорее поиграть. Это, типа, правда, очень прикольное взаимодействие. То, чего я давно сам хотел попробовать и увидеть в Kill Team. Далее, немножко вот по командам. Да, вот мы обсудили вот все такие базовые именно основы, да, будущей редакции. И давайте быстренько по Kill Team. В принципе, информацию мы уже это узнали. И если вы смотрели предыдущие выпуски, вы в курсе. Веспиды, собственно, состав команды, лидеры 4 из 5, 4 бомжа и дарон. Общий статлайн такой базовый, это 9 вундов и 5 сейф. Ну, понятное дело, со всякими, там, индульгенциями в ту или иную сторону, да. То есть лидер с 10 вундами, дарон с каким-то своим отдельным профилем. Лидер по обилкам. Имеет бесплатный коммуниан-пойнт, вшитый в себя, который позволяет ему, да, совершать миссионные действия, стрелять не в ближайшего и приочи подобные вещи. Это прикольно. Бластер у него такой же, как у бомжей. То есть читай атаки, читай плюс, стритари, марталки на кайтах, две штуки закидываются, и P1. P1 сейчас это именно AP1, персинг 1. Да, то есть у нас не будет AP, работающего на кайты, я полагаю, теперь оно все будет работать именно по базе просто. Да, P1 они получают, если мувались. И также у них есть авторитейн-кубика в ближайшую цель, в которую они стреляют. Далее, стелс-веспит у нас обладает третьим инвулем, не может стрелять далее 6... А, в него нельзя стрелять далее 6 дюймов, да, то есть если мы находимся там, допустим, уже в 7 дюймах от столса, мы пострелять по нему никак не можем. И также он обладает некой бласт-гренатой. Дамаг, к сожалению, от нас ускользнул. В общем, очень вообще старомная модель, да, третьим инвулем, это страшно. И далее огнеметчик с Варенгард стреляет на 2+, Таи-Таи, Торрент, Игнори Ковра, а так вроде бы как 5 было, но опять же, я здесь не очень уверен. Что радует, огнеметы получают Игнори Ковра, то есть, наконец-то, файнали, файнали огнеметы могут игнорировать Ковер, да, как бы вот в большой лахе это было с начала десятки, до киллтима докатилась вот сейчас, ну и на том спасибо. В общем, на самом деле, пока что веспиды, заявленные как глаз Кэнон-команда, выглядят совсем не как глаз Кэнон-команда, учитывая количество вундов и всяких персонажей с строительными инвулями, и дополнительно это подкрепляется их плойками, потому что плойки у них тоже очень страшные. Стратегические плойки. Первая, не очень страшная, это переборос одного куба при стрельбе после флая, а ее в орудии как можно заявлять бесплатно за счет лидера, да, то есть там у него есть тоже какая-то пища на эту тему. И самая страшная и мерзкая вот плойка, которая меня уже пугает, раздражает, это Just a Scratch от стрельбы, то есть игнор одного нормал-дамага в стрельбу, но правда работает это на 5+, и если Веспид умывался, то есть это все же такие определенные ограничения, но тем не менее это хорошо может бафнуть их выживаемость, да, там один несчастный 5+, может полностью потенциально поломать какой-то фланг, если там Веспид выживет, потому что стреляют парни очень больно, мы хотим их убивать как можно скорее, и вот если мы их не убиваем, то нас ждет еще один раунд стрельбы от Веспида, и это абсолютно ужасно. Ну и такая немножко мерзотная Firefight Plurka, это после использования Flyer мы можем пострелять, как будто бы мы находимся на вантажке высотой 3 дюйма, то есть к сожалению, у вас ничто не спасет от стрельбы в диплойку, только если у вас диплойка вся полностью в Heavy Terrain, если конечно же опять же не поменялись взаимодействия правила вантажек и Light Heavy Terrain, да, этого мы пока не знаем, но звучит очень и очень страшно и неприятно. Аквилоны, при Аквилонов нам известно намного меньше, чуть меньше там показали нам именно на трансляции, большая часть информации доступна уже в тизере правил, которые на канале есть. Итак, что подтверждается? Подтверждается 10 тел, включая Торель, то есть их не 11 плюс Торель, их именно 10 вместе с ней. По составу это лидеры, 5 специалистов, 3 бомжа и вот как раз таки одна Торелька. Из странного ганнеры в команде всего один, да, и это очень странно. Честно говоря, у меня есть подозрение, легкое, маленькое, что на самом деле это просто небольшая особенность собственно самого Баттл Айпорида, потому что играли ребята непосредственно командами покрешенными вот ГВ, там, да, командой, какая у них команда Эви, Эви Метал, которые собственно нам были показаны на релизе, то есть это просто уже собранные команды, ГВ часто не собирает команды каким-то оптимальным образом, мы уже с этим были знакомы, да, когда у тех же самых косаркинов, по-моему, не показывали мель тут о релизе и по ручке подобные вещи мы видели, то есть я полагаю потенциально у них просто не было опции взять себе больше ганнера в команду из-за того, что вот этот набор Эгвшный, он был ограничен собранными моделями, где есть три обычных бомжа, и я предполагаю, что ганнеров все же будет больше, но на самом деле опять же, это просто мои догадки, по факту мы имеем одного ганнера в Айпорте и возможно, хотя это будет очень странно, я удивлюсь, ганнер действительно в команде будет один, но я думаю, вы согласитесь, что всего лишь один ганнер со спешл вэпоном на команду с Сеонов, это как-то очень странно, также вся команда стреляет на Тай плюс, то есть нет такого прикола, что обычные бомжи на Тай плюс, остальные хуже, нет, все стреляют на Тай плюс, все большие молодцы, снайпер стреляет на 2 плюс, если не двигался, на Тай плюс, если двигался, то есть он без хэви, что в принципе тоже нас может порадовать, Туарелька умеет стрелять дважды, это мы уже видели, это мы уже знали и это здорово, и также нам показали одну новую стратегик плойку, которую мы до этого не видели, это плойка на условный арендинг, вроде без дополнительных условий, просто если мы нашли критикал хит в своем броске, мы еще один успешный хит делаем критикал хитом, ну, такое, но поятно подобное иметь, вот, так что пока что на самом деле вот вес пиды выглядят как вообще старомная, ужасная, страшная, мерзотная команда, Аквилоны выглядят как-то на уровне среднечковом, но опять же, посмотрим полные правила, возможно, что-то изменится, да, возможно, ганнеров будет больше, и это сильно повлияет на силу команды в принципе. Ну и за всем, собственно, все, вот такие у нас небольшие сливы новой редакции, я вообще, честно, очень сильно доволен, меня радует невероятное изменение скоинга, потому что я считаю это действительно здорово отрезиться на игре, я считаю классно, когда команда может играть так, как она умеет лучше всего, а не просто в банальный скоринг точек, потому что не все команды хорошо скорят точки, некоторые команды хорошо убивают, а некоторые хорошо делают вторичку, да, это разные области, в которых команды бывают хороши, и здорово, что можно из-за этого, благодаря этому вернее, именно развиваться и упирать на сильную сторону вашей команды, да, то есть не подстраиваться под игру, а подстраивать игру под себя, это очень классно, и дополнительно, конечно же, изменение обскюра просто чудесно, я считаю, это то, что нужно было игре очень-очень давно, и сейчас, по сути, киллтим выглядит как максимально вообще здоровая игра без каких-то странных и всрятых механик, вот такие дела, ребят, если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, оставлять свои комментарии, как вам подобные изменения, да, но я, в принципе, по чатикам уже понимаю, что реакция в основном положительная, потому что, ну, действительно, это классные изменения, да, то есть, у меня опять ощущение, на самом деле, как на выходе, вот, актуальная редакция киллтима, уже уходящая, типа, я смотрю на сливы правил, и понимаю, блин, как же это классно, какая это чудесная игра, и вот сейчас я испытываю все то же самое, и меня это не может не радовать, это очень здорово, да, то есть, пока что новая редакция киллтима выглядит потрясающе, конечно, что там за iBalancet, перебалансят, изменят и так далее, за этим важно очень, да, понаблюдать, но мы будем, да, за этим следить, пока что изменение коевых механик, это просто классная и чудесная вещь, вот, так что пишите свое мнение, мне будет интересно, да, его послушать, почитать, да, может вы с моим мнением, допустим, не согласны, в таком случае пишите, да, что вы думаете, может с вами подискутируем на эту тему, ну, и также, если вы хотите поддержать канал, то не забывайте, да, переходить по ссылкам в описании и подписываться на наши соцсети, ВК, Телеграм и, конечно же, Бусти, где ролики выходят в отдельном плейере, да, не на Ютубе, там свой отдельный плейер, где все можно смотреть без зависаний, VPN и поющих подобных пайколов, где сейчас есть разыгрыши, да, иногда там доп-контент, ну, и главное, вы место в титрах получаете, а место в титрах это очень здорово, как и, собственно, моя любовь, которую я вам посылаю в конце каждого ролика, люблю вас, будете подписчики, спасибо вам большое за вашу поддержку, она, правда, незаменима, вот, ну, а за сим все, да, играйте в KillSim, ждите новую редакцию, оставайтесь с нами дальше, потому что впереди еще много выпусков, да, про обновленные правила команд, про новые нюансы правил, так далее, собственно, тому подобное, следите за каналом, подписывайтесь, не забывайте, ну, и, конечно же, всего хорошего вам и вашим близким, а это был канал A Handful of Boys, до новых встреч и пока-пока.